Молодежь и природа, общее будущее! Кричалки и плакаты в Ичалковском районе явление привычное. Ежегодно местные школьники и студенты стараются перещеголять друг друга на международной акции «Марш парков». В этом году она поменяла девиз и даже формат. Вместо прогулки с транспарантами – творческий фестиваль. Девиз «Марша парков 2021» – водно-болотные угодья. На территории национального парка Смольной очень их много. Это родники, речушки, болота, озера, реки. Каждый год мы с ребятами проводим экологические акции «Живи родник», «Малым рекам большую заботу», «Чистый лес». То есть всех детей учим любить, уважать и ценить нашу природу. Открытие фестиваля совпало с презентацией нового визит-центра, куда переехал отдел экопросвещения, туризма и рекреации заповедника. И здесь же, в актовом зале, участники фестиваля призывали беречь природу. Марш парков необходим для того, чтобы обратить внимание широкой общественности на экологические проблемы, связанные прежде всего с наличием у нас как раз особо хранилища природной территории, откуда они появились, для чего это было создано. И, собственно, ну, можно еще сказать о том, что вчера отмечался Международный день Земли, вот, и связать это еще и с этим праздником. Я считаю, что это довольно значимая дата для всех нас, не только даже в России, но и, в принципе, в мире. Это очень важное мероприятие для нашей школы и всего района, так как нужно сохранять природу и Чалковского района, и другой территории России. Миллионы лет назад птицы были динозаврами, поэтому за моей спиной тот, кто отрастил когти и зубы, а птицы научились летать. Теперь в визит-центре Национального парка Смольный есть вот такая интерактивная комната, где очень много любопытных фактов о птицах. Фишка нашего визит-центра – это два интерактивных зала «Легко ли быть птицей?». Это выбрано не случайно, поскольку флаговый вид – наш символ Национального парка «Глухарь». И мы здесь собрали в этих залах всех его друзей, летающих и нелетающих. Интересная такая стилизованная история как раз про цаплю, которая у нас обитает. То есть они складываются у нас в ящички, ну и, соответственно, потом можно выявить, где именно цапля должна находиться по этой информации, которая есть на табличке. Также здесь есть библиотека, ученический класс, сувенирный киоск, переговорная и чайная комнаты. В ближайшее время будут доступны однодневные маршруты по Ичалковскому району для туристов. Алена Маскалева, Андрей Просвиркин. Наши новости. Смольный, Ичалковский район. Алена Маскалева, Андрей Просвиркин.